Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Служба безопасности Украины уничтожила новейший и передовой комплекс ПВО среднего радиуса действия России БУК М3 с помощью американского дрона Камикадзе Switchblade 600. На ваших экранах редкое видеоприменение вот этого дрона. Как видите, после того, как дрон угодил в БУК, тот мощнейшим образом сдетонировал. И потому, что у самого Switchblade 600 есть мощная боевая часть, ну и главное потому, что в момент удара у БУКа был заполнен боекомплект. То есть он не успел отстреляться, скорее всего, потому что даже не видел Switchblade 600. Между прочим, этот дрон довольно крупный по габаритам, однако его почему-то не увидели ни БУК, ни какие-то торы, которые наверняка там были, потому что этому дрону пришлось преодолеть ни один, ни два десятка километров, чтобы добраться до своей цели. Чем же секрет? А потому, что выполнен он из материалов, которые плохо заметны на радаре. Другое преимущество этого дрона заключается в его дальности. Оператор может управлять им, как от первого лица, через планшет, на расстоянии до 80 километров. Чрезвычайно большое расстояние именно для дронов Камикадзе, которые управляются, оператором в режиме реального времени через планшет или через очки. Я напомню, что дешевые украинские Камикадзе работают максимум на дальности до 10 километров. Почему? Потому что за пределами вот этой дальности оператор теряет связь с дроном. А почему? А потому, что чем дороже оборудование, тем, соответственно, длиннее то расстояние, на котором оператор может поддерживать связь с дроном. Так вот, у дешевых дронов дешевое оборудование, а вот у дорогого дрона типа Switch Black 600 и оборудование более мощное. Но, как вы понимаете, и это еще не все. Для того, чтобы оператор мог свободно распоряжаться таким дроном на всем протяжении его предельного расстояния, соответственно, требуется, чтобы эта связь была хорошо защищена против вражеских средств радиоэлектронного воздействия. Так вот, и здесь производитель Switch Black 600 нашел соответствующее решение. Заглушить связь между оператором и Switch Black 600 очень и очень тяжело. Поэтому они достигают своих целей даже в хорошо защищенном средствами РЭП пространстве противника. Но еще одно преимущество. Switch Black 600 может заходить на свою цель по вертикальной траектории, то есть буквально падая на него камнем сверху, что тоже очень сильно отличает его от всех тех решений, которые сейчас применяются обеими сторонами на поле боя. Далее, что такое БУК М3? Это самое дорогостоящее средство ПВО России, именно среди тех, которые отвечают за средний радиус действия. БУК М3 последняя итерация в поколениях БУКов. Его преимущество перед другими поколениями – дальность до 70 километров. Однако его радар оказался, как мы уже выяснили, не способен, видимо, заметить вот этот вот приближающийся дрон Камикадзе. И его дальности, как вы понимаете, не то что не хватило или хватило, а она вообще никакого даже и смысла не имеет. Она не сыграла никакой роли в попытке перехватить вот этот самый Switch Blade 600. Похоже, что БУК потерпел полное поражение. Машина стоимостью 100 миллионов долларов проиграла сражение машине стоимостью 100 тысяч долларов. Что очень хорошо характеризует и сам этот БУК М3, и, между прочим, тот экипаж, который им управлял. Далее. Интересно, что этот дрон не был перехватчен другими средствами ПВО. Почему я об этом говорю? Давайте поговорим про расстояние, на котором БУК М3 был поражен. Вряд ли это было ближе, чем 30 километров к линии боестолкновения. Во-первых, потому что машину с дальностью работы до 70 километров не было смысла тянуть ближе к линии фронта. Во-вторых, потому что ближе тянуть еще и рисковать этой машиной. При этом эта машина могла бы стоять и на расстоянии, между прочим, 40-50 километров. Это то расстояние, на котором россияне чувствуют себя более-менее в безопасности, и они уверены, что там их не достанут. Но они забывают про следующие аспекты. Во-первых, у украинцев сейчас огромное количество дронов-разведчиков, которые работают в достаточно глубоких тылах противника и видят все. Во-вторых, они забывают о том, что у украинцев есть, да, в том числе и вот такие высокоточные средства поражения, как вот эти камикадзе. То есть не только Хаймерсы, но и да, Switchblade 600 или вот эти вот украинские ланцеты. Ну и следующий момент. Коли этот Бук М3 расположен так далеко от линии фронта, следовательно, вот этому Switchblade 600 пришлось преодолеть достаточно плотные системы ПВО. Я имею в виду, что наверняка где-то на протяжении вот этого вот маршрута, который он проделал, стояли те же Торы, другие Буки. То есть они все его не заметили, они все его пропустили. А может быть потому, что их там и не было. И это еще один вопрос, который мы все должны задавать себе. А что действительно с другими Торами и Буками России? Их стало явно меньше, потому что на самом деле с помощью вот таких вот украинских ланцетов и вероятно Switchblade 600 украинцы в последние месяцы навырезали. Навырезали огромное количество Торов и Буков, и мы все это видели. Мы видели, как горят панцири, как горят Буки разных итераций, как уничтожаются Торы с помощью Хаймерсов и вот этих самых дронов. Ну что ж, это только один элемент позора России. Не просто позора, но это чрезвычайно важная потеря, потому что минус Бук М3 это освобождение еще одного кусочка украинского неба, в том числе для самолетов F-16 и для другой истребительской бомбардировочной авиации Украины. А теперь внимание, следующий эпизод, который показывает службу безопасности Украины. Она демонстрирует работу Хаймерса по одному из складов противника. Был склад и нету склада. В очередной раз Хаймерсы демонстрируют высокий класс в точности поражения соответствующих целей. Вообще говорят же, МЛРС отличное средство. Они могут быть разных типов в зависимости от того, что именно поражается. И вот в данном случае поражается склад, а поэтому в идеале как раз можно использовать стандартную боеголовку М-30, которая снабжается примерно четырьмя сотнями специальных элементов, которые представляют собой в совокупности кассетный боеприпас. Что там было на этом складе? Ну, по всей видимости, там и личный состав, там и военная техника. Но опять же большой вопрос к организации работы ПВО. Ну и, наконец, еще один важный видеоэпизод, который я хотел бы показать. А именно, это работа БПЛА типа «Вампир» 92-й штурмовой бригады. По всей видимости, где-то на Донецком направлении. Как вы видите, они уничтожают с помощью мощных снарядов, сбрасываемых вот с этих «Вампиров» соответствующие цели. И здесь нужно обратить внимание на действительно мощность этих боевых зарядов. «Вампир» — это супердроны, это супертяжи, которые могут брать огромные боеприпасы, которые имеют массу до 15-20 килограмм, которые способны уничтожать целые склады. И это видно. Видна вот эта мощь детонации вот этих вот снарядов. И, как вы понимаете, ничто не устоит. Но здесь интересно и другое. Каким образом «Вампиры» работают настолько эффективно, опять же, в плотно защищенной российскими средствами радиоэлектронной борьбы, среди, как будто не было, результат у вас перед глазами. И этот результат на самом деле отчасти будет улучшаться в связи с тем, что Россия в ближайшие месяцы, невозможно, будет испытывать нехватку средств противодействия, в том числе на уровне ПВО. Но не только. Мы говорим и о снарядном голове. Как выяснилась эстонская разведка, в результате уничтожения одного только, 107-го арсенала, Россия потеряла не просто 30 тысяч тонн боеприпасов, это, что называется, посчитали в зайцах, а есть даже конкретная цифра. Россия, по всей видимости, лишилась эквивалента в 750 тысяч снарядов. Вот именно такое количество боеприпасов было ликвидировано на этом складе. А это означает, что Россия лишилась трехмесячного запаса, потому что в среднем Россия в день во всем фронтам использует до 10 тысяч снарядов. И на ваших экранах как раз это последствия удара по еще одному складу, по 23-му арсеналу. Он был уничтожен вместе с другим арсеналом в Краснодарском крае накануне ночью, 21-го числа. Ну что ж, на этот раз, как говорит аналитик ОКОГОРа, полностью уничтожены были 67 ячейк или складов, ну то есть 65%. Повреждено было 13 складов или почти 13%, но и не поврежденными остались 24 склада, 23%. Короче, 75% этого арсенала фактически уничтожены. Но нужно понимать также и другое. То, что понятно, что даже когда такой вот арсенал поражается не на 100%, а скажем на 75%, его реально использовать невозможно в принципе. Да, в лучшем случае россияне могут оттуда тянуть вот эти боеприпасы, но новые они туда вряд ли рискнут тянуть в ближайшее время. Но дело-то не только в том, что Россия лишается постепенно своих стратегических складов с боеприпасами. Дело-то еще и в том, что у России на самом деле заканчиваются люди. Вот что говорит, например, одна из пропагандисток. Вот она говорит о реальной ситуации в российской армии. На фронте ничего нет, людей нет, воевать некем. После захвата сел мы упираемся в городскую агломерацию, которую брать просто некому, потому что резервов нет. Нечем воевать. Я тут скупаю тапики десятками, потому что ну кроме тапиков связи нет, потому что ну нет связи. Вот мани мы моей собирали на днях на некракнутую шифровку для Моторол. Это спецподразделение Вихрь, это не то, что там надерганные какие-то обычные вояки. На фронте нет ничего. С таким динамическим развитием ситуации на фронте и в ТУ можно и Белгород потерять. В голове не укладывается, вы или не говорите там, что там собираемся всех победить, или как-то вот что-то делаете для того, чтобы на фронте хоть что-то появилось. А вот это... Отставь кинучила, это без проблем. Все равно упрутся в городскую агломерацию, которую штурмовать вообще нечем. А что делать там, непонятно, потому что резервов нет. Ну и действительно, смотришь сейчас на Донецкую область, и что же ты там видишь? А видишь ты там проход по полям с огромными потерями с российской стороны, но ни одного крупного взятого населенного пункта. Потому что одно дело это пройти поля и максимум взять село, а другое дело это городские бои, чрезвычайно на самом деле опасные именно для живой силы. Но и самое главное, если ее нету, особенно если нету опытной штурмовой силы, то как брать? Отсюда мы видим, что враг на самом деле уперся в Селидово, в Часов Яр, в Покровск. Ну что там Покровск, до него даже еще и не дошло, собственно говоря, и результат. Но вы посмотрите, с другой стороны, как относятся к профессиональному штурмовому мясу. Вот эта история с Будвинным и Эрнестом. Просто это говорит о том, насколько же разложилась российская армия к настоящему моменту. У них нету боеспособной силы. У них есть небо и способная сила, которая пока может брать количеством. Но и количества, как мы видим, постепенно начинает не хватать. Друзья, я напоминаю, что мы сейчас активно собираем средства на специальные дроны-охотники для Украины, которые будут уничтожать вражеские беспилотники-разведчики, а также обманывать вражеские средства ПВО. Эти дроны разработала и эксплуатирует команда Константина Мельника, специалиста по дальней беспилотной авиации Украины. Для того, чтобы она смогла произвести около семи таких беспилотников, она попросила помочь нас собрать для этой команды почти 50 тысяч евро. В настоящее время мы собрали уже 35 тысяч евро, друзья. Если вы хотите помочь закрыть нам этот сбор и тем самым спасти множество украинских жизней, то есть помочь сделать дроны, которые будут ослеплять Россию и обеспечивать эффективные удары по глубине ее территории, вы можете сделать пожертвование в пользу команды Константина через литовскую благотворительную организацию Hoplon Foundation, чьи реквизиты я привожу в описании к видео. Банковский счет, а также PayPal счет. Там же в описании вы найдете и ссылки на те ресурсы, через которые можно поддержать наш канал. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. Супер спасибо от YouTube, введя отдельные кнопки под каждым нашим роликом. Отдельная благодарность всем, кто помогает нашему каналу. Ваша помощь обеспечивает нам возможность работать дальше в нынешних темпах и с нынешним качеством. Мира и здоровья вам! До скорого!